Коллеги, добрый день! Сегодня мы собрали вас здесь, чтобы рассказать об итогах работы Банка Открытия за 2018 год и поделиться планами развития банковской группы в 2019 году. Представляю вашему вниманию управляющего Банком Открытия в Ульяновской области Юрия Осокина и передаю ему слово. Всем здравствуйте! Хотел бы рассказать, конечно же, о самых важных итогах 2018 года и, наверное, среди них я бы выделил основное – это завершение формирования группы Открытия. Так, мы объединили три негосударственных пенсионных фонда под маркой одного – НПФ Открытия. На текущий момент это 570 миллиардов рублей активов под управлением этого фонда и порядка 8 миллионов клиентов. Также во втором полугодии 2018 года в состав группы Открытия вошла управляющая компания Открытия. Она является второй в России по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов и третье место по объему средств управления. Также группа завершила объединение страховых активов всей группы под брендом «Росгострах». На текущий момент это за 2018 год предварительно группа уже собрала порядка 70 миллиардов рублей премий и получила годовую прибыль порядка 6 миллиардов рублей. Что немаловажно, хотела бы отметить также, что был сформирован банк непрофильных активов и выделен в отдельную структуру. На текущий момент банк Открытия является миноритарным владельцем данного банка, 2% мы это вам представляем, владеем. Также мы сформировали полноценный лизинговый бизнес на базе двух компаний, это Балтийский лизинг и лизинг-компания Открытия. И очень важным шагом и ключевым моментом 2018 года также является присоединение Бинбанка к банку Открытия. На текущий момент можно сказать, что присоединение завершено, оно прошло гладко для клиентов. Мы старались сделать это максимально незаметно, с минимальными сложностями для клиентов. Что касается структуры группы на текущий момент, группа представлена Открытия Брокер, это компания, которая занимается брокерским управлением активами, управляющая компания, факторингом компании. Также входит Балтийский лизинг, Банк Точка, это один из лучших банков для малого предпринимательства. Также входит компания страховая Росгострах, есть Росгострахбанк в нашей группе и, соответственно, открытие Пенсионный фонд. Общие активы группы насчитывают более чем 2,7 трлн рублей. Что сейчас из себя представляет Банк Открытия? Ну, во-первых, это системно значимый банк, ключевым акционером которым является Центральный банк. Шестой размер активов в стране. Пятый банк по размеру сети в стране. Это порядка 745 точек продаж по всем регионам, 69 субъектов Российской Федерации. По предварительным итогам по Международной стандартной финансовой отчетности за 2018 год активы банка составили порядка 2 трлн рублей. Чистая прибыль более 90 млрд рублей. 3,3 млн розничных клиентов. 315 млрд регуляторный капитал. 23 тысячи сотрудников. 200 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса. Очень важно хотелось бы отметить позитивные изменения в рейтинге банка. 18 февраля 2019 года банку Международным рейтингом агентства Moody's был присвоен рейтинг BA2. Что на 2 уровня выше, чем предыдущий рейтинг. Как я уже говорил, чистая прибыль банка по стандартам МСФО составила более 90 млрд рублей. Кредитный портфель вырос значительный кредитный портфель банка и выросли значительные средства клиентов на счета. Как видно из графиков, значительный прирост составил в том числе шаг объединения с Бенбанком. Хотел бы рассказать несколько слов о структуре банка в Ульяновской области. Во-первых, открытие существует на рынке Ульяновской области более 10 лет уже на текущий момент. На текущий момент мы представлены в регионе 85 банкоматами. Но хотел бы отметить, что в принципе на текущий момент нет задачи развития такого активного развития банкоматной сети. Потому что банк владеет в своем роде уникальным продуктом в пластиковом бизнесе. Это OpenCard. Данная карта позволяет снимать во всех банкоматах всех банков на всей территории Российской Федерации абсолютно бесплатно. Поэтому мы, по сути, наших клиентов не привязываем к своим банкоматам. И это позволяет им работать в любом регионе, даже самым удаленном, с нашими пластиковыми картами. На текущий момент в регионе 9 офисов. 8 офисов в Ульяновске и 1 офис в Димитровграде. Во втором квартале 2019 года планируется открытие еще одного офиса в Димитровграде. То есть будет банк насчитывать 10 офисов в Ульяновском регионе. Важно отметить, что на текущий момент порядка 4 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса обслуживаются в Ульяновском регионе в банке открытия. Более 60 тысяч розничных клиентов. Мы здесь представлены более чем тысячи сотрудников. Надо, понятно, разделить. Здесь есть у нас сервисный центр, который основную массу сотрудников составляет, и, соответственно, офисы банка. Важно отметить, что банк также занимается активным развитием эквайринговой сетей. И на текущий момент у нас уже 380 устройств в регионе, которые позволяют оплачивать по картам различных банков, услуги и товары с торговой сервисной сети. Да, я хотел перейти к итогам розничного бизнеса за 2018 год. Очень важно отметить, что в 2018 году был произведен полный перезапуск цикла потребительского кредитования. Был заново разработан, с нуля запущен кредитный конвейер. Изменены кредитные политики. Настроено СРМ для работы с розничным бизнесом. Важно, что выросли в 5 раз объем кредитов, выдаваемых физическим лицам в 2018 году. Важно, что также мы в 5 раз увеличили объем выданных кредитов по ипотеке. И Банк Открытия вошел в топ-5 банков России по выдаче ипотечных кредитов за 2018 год. На текущий момент Банк Открытия является владельцем более чем миллиона зарплатных карт по всей России. Очень важно, что мы также акцентируем внимание своих клиентов на возможности мобильного банка. И тем самым увеличиваем проникновение в базу клиентов этой услуги. У нас мобильный банк является одним из лучших с точки зрения удобства его использования и прозрачности интерфейса для конечного пользователя. Розничный бизнес в Ульяновской области за кредитный портфель розничного бизнеса в Ульяновской области в 2018 год вырос на 30%. Мы за этот год выдали порядка 4 тысяч кредитных карт. Выдали порядка полумиллиарда ипотечных кредитов в Ульяновской области. Нужно отметить, что в банке запущена была упрощенная процедура выдачи ипотечных кредитов, приема заявок на ипотечные кредиты. Любой гражданин Российской Федерации может подать заявку на ипотечный кредит, имея лишь на руках паспорт и любой второй документ. Это либо водительское удостоверение, загранпаспорт, либо служебное удостоверение. Важно также отметить, что мы также запустили работу с искровых счетами. Ну, вкратце, что дают искровые счета для банка и для конечного пользователя? Это возможность получить сниженную ставку по ипотечному кредиту, потому что банк имеет возможность запускать специальные программы ипотечного кредитования для конкретных физических лиц. Корпоративный бизнес. За 2018 год банк открытия выдал порядка 300 миллиардов рублей новых кредитов крупному бизнесу. Вырос в четыре раза здоровый корпоративный портфель. Если говорить про эффективность работы в Гуляновской области, то мы нарастили портфель более чем в два раза. Также нужно отметить, что мы являемся одним из кредиторов области. Мы подписали соглашение и предоставили области кредит на 1,5 миллиарда рублей. Хочу также отметить немаловажный шаг, что у нас подписано соглашение с областью в рамках расширения рабочих мест. То есть у нас будет открываться сервисный центр в Гуляновской области и общая численность приблизительно будет 1100 человек. Далее. Инвестиционный бизнес. Нельзя не отметить достижения инвестиционного блока банка и дочерних компаний, управляющих компаний открытия и открытия брокеров. Нужно понимать, что этот рынок очень динамичный и, соответственно, очень волатильный. Но, тем не менее, несмотря на то, что происходит на рынке, управляющая компания открытия и открытие брокера являются лидерами этого рынка. Так, 690 миллиардов рублей – это суммарный объем активов под управлением управляющей компанией открытия. В открытии брокера – это 152 миллиарда рублей. Среди новых продуктов, интересных в рамках инвестиционного бизнеса – это новая платформа OpenTrade, которая позволяет клиентам, юридическим лицам совершать конверсионные операции практически в режиме онлайн. По итогам 2018 года банк превысил 74 миллиарда рублей. Если говорить про Ульяновскую область, то портфель превысил 1 миллиард рублей кредитов, выданных именно малым и средним предприятиям. В Ульяновской области рассчитывается более 4000 клиентов малого и среднего бизнеса. За 2018 год мы открыли порядка 1500 счетов новых для субъектов МСП. Важно, что банк является партнером программы образовательного проекта «Мама-предприниматель». В рамках этого проекта жители Ульяновской области «Мамы» могут получать дополнительное образование, которое позволяет им нарастить компетенции в области предпринимательства, открыть свое дело. И лучшие проекты, которые презентуются, могут получить грант от банка на открытие собственного бизнеса и индивидуальные условия по расчетно-кассовому обслуживанию. Также в рамках малого и среднего бизнеса в 2018 году в Собластью было подписано соглашение о развитии и содействии развитию субъекта малого предпринимательства. В рамках этого соглашения банк участвует во всех программах области по развитию финансирования проектов в рамках развития МСП. То есть активно взаимодействуем с корпорацией Розиду Ульяновской области, с корпорацией поддержки предпринимательства. Далее, по оригинальной сети. Банк в 2018 году значительно расширил свое присутствие. Были открыты новые офисы в различных регионах. Хочу рассказать про Ульяновск. География присутствия в Ульяновской области сейчас, как я уже сказал, 9 офисов, но она будет расширена в 2019 году. Все действующие офисы сети станут еще более удобными и комфортными для клиентов. Появятся зоны обслуживания, обучения клиентов, появятся игровые зоны для детей, появятся зарядные станции для мобильных устройств клиентов. Сейчас хотел бы рассказать немножко о планах на 2019 год. Банк планирует в 2019 году значительно нарастить количество клиентов, практически двойной рост, как в корпоративном блоке, малом-среднем блоке и розничном блоке. Незначительный рост планируется по банкоматам и небольшой рост по количеству операционных офисов. Про офисы в Ульяновске я уже рассказал. В рамках Ульяновска мы планируем нарастить портфель по корпоративному блоку в полтора раза, по малому-среднему бизнесу также в полтора раза и увеличить объем выдачи кредитов населению в 6 раз. У меня, в принципе, все. Если есть вопросы, рада была ответить на них. Коллеги, мы переходим к блоку вопросов. Прошу вас представляться и задавать свои вопросы. Добрый день. Меня зовут Татьяна. Представляю информационное агентство «Медиа-73». Расскажите, пожалуйста, поподробнее о сервисном центре, который планируется открыть на 1100 рабочих мест. Где он будет, когда будет строиться? Хорошо. Спасибо за вопрос. Смотрите, у нас подписано инвестиционное соглашение с областью. На текущий момент уже есть приобретено банком здание. В здании идут ремонтные работы. Примерно по срокам. В первую очередь сервисный центр будет запущено в июле. То есть какое-то одно из подразделений начнет работу в июле. Основной запуск планируется на сентябрь 2019 года. Общая численность сервисного центра порядка 1100 рабочих мест. Здесь будут представлены различные подразделения банка. Это и операционная поддержка, это и колл-центр, это обучающий центр будет. И, соответственно, подразделения Росгостраха будут также представлены. Подбор персонала будет осуществляться специальным учебным центром. В принципе, Редюме можно передавать любой офис банка. И подбор начнется где-то, наверное, с апреля активный. И порядка... Ну, завершится где-то к сентябрю, соответственно. Находится учебный центр, будет торговый офисом центра «Мираж». Коллеги, вопросы? Ирина Ароновская, издательский дом «Ульяновская правда». Вот вы озвучили динамику ипотечных кредитов. А можно узнать в денежном выражении средний размер ипотечного кредита по Ульяновску? И еще, если позволите, в догонку вопрос, как эксперту уже тогда рынка. Вот в целом рынок показал снижение доли кредитов, выдаваемых на приобретение квартир в строящихся объектах. Так ли это, судя по вашим данным? Спасибо. Да, смотрите, отвечая на первый вопрос, средний чек по ипотечным где-то 1,3 миллиона рублей в Ульяновской области. Что касается динамики и тенденциям по ипотечному рынку, на самом деле новостройка показала снижение, на самом деле это правда. Мы расследуем в счет рефинансирования и вторичного рынка. Коллеги, еще вопросы? Валентина Камань, Народная газета. Я часто пишу на тему финансовой грамотности, поэтому вопрос такой. Кредитование банк увеличил в Ульяновской области. Как дела, как ситуация обстоит с возвратом кредитов? Каков портрет Ульяновской области? У нас нет серьезных проблем с просрочкой. Все в пределах нормы, то есть это до 5% на текущий момент. Но нужно понимать, что мы только сейчас завершили санацию и очищенный портфель полностью. То есть у нас весь непрофиль был передан в банк непрофильных активов, бывший банк Траст. Поэтому мы сейчас начинаем с нуля. Поэтому у нас сформированного просрочки как таковой вообще нет. Еще вопросы? Слияние бенбанка с открытием состоялось? Вывески везде поменяли? Процесс запущен. По-моему, еще. Вывесок существует. Процесс запущен. Идет постепенная смена вывесок. Главное, что мы юридически уже объединились. То есть учрежденческие таблички мы везде поменяли, соответственно, по срокам, по требам законодательства Российской Федерации. Идет плановая смена вывесок и ребрендинг офисов. То есть будет меняться внутреннее наполнение офисов. Будет другой внутренний вид. Как я уже сказал, будут более удобными офисы. Более, может быть, яркими. Чем-то наполненным, более интересным для клиентов. Здесь, во-первых, если вы являетесь зарплатным клиентом Бинбанка, то это будет зависимость от компании. То есть какие-то компании будут перепускать, какие-то компании будут сохранять эти карты на все протяжение действия этой карты. Если просто розничный клиент, соответственно, данная карта будет работать до конца своего срока. Это и пенсионная карта касается? Это касается всех карт. Они будут работать до конца срока. Далее будут спланомерно перевыпущены, соответственно, по сроку перевыпущены на карты Банка Открытия. Георгий Кузнецов о газете «Ульянская правда». Банк входит в топ-3, в топ-4, в топ-5 по различным показателям на федеральном рынке. А каково место банка на ульянском рынке? Мы для себя такой статистики не вели, но по-разному надо посмотреть, по какому критерию оценивать. Если по активам, это одно место, если по пассивам, это другое место. По пассивам мы входим в топ-3, а по активам, наверное, мы находимся на шестом месте. Коллеги, еще вопросы? Если вопросов больше нет, спасибо за участие. До новых встреч. Всего доброго. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok